Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я, наконец-то, снимаю новое видео, посвященное боксам. Да, моя самая часто запрашиваемая рубрика на канале, и это, наверное, первое видео с хвостиком за всю историю. Как вы поняли вообще по названию видео, да и вообще, сегодня я собралась дарить опять своей родной сестре очень крутой подарок. Внутри сегодняшнего бокса, который я собралась дарить своей сестре, будут лежать исключительно те подарки, которые можно использовать на карантине. Всякие сладости, масочки, очень крутые продукты. И это видео будет очень необычное, потому что мы будем тестить очень много продуктов, распаковывать очень много крутых игрушек и коллекционировать некоторые товары, которые тоже лежат в боксе. Так вот, настало время вам вообще показать, что такое я сегодня буду дарить своей сестре. Два крутых набора, пока не буду вам их полностью показывать, потому что хочу сохранять небольшую интригу. Ну и самый главный подарок, это вот такой вот суперский красивый бокс с Микки Маусом. Очень милый, красивый и достаточно тяжелый, потому что подарки в эту коробку я уже положила. Если вы впервые на моем канале и вообще не знакомы с этой рубрикой, то обязательно подписывайся. Я очень часто снимаю подобное видео, где дарю приятные подарки своим близким. И внутри каждого бокса, который я кому-либо дарю, находятся очень неожиданные и приятные подарки. Моя сестра сейчас даже не подозревает, что я снимаю это видео. Я думаю, вы уже догадались, да, что я нахожусь в ее комнате, потому что она очень любит сидеть в моей комнате со вчерашнего дня. Я спрятала все эти подарки у нее в шкафу, а в шкаф она очень редко заглядывает, потому что сейчас карантин. И те вещи, которые она использует для того, чтобы максимум прогуляться около дома, висят у нее на стуле, да, в частности. Сейчас она вообще не подозревает, что я буду дарить ей приятные подарки. Очень крутые и приятные подарки, поэтому прямо сейчас, конечно же, после того, как вы поставите лайк под этим видео, мы отправимся в комнату, в мою комнату, где сейчас лежит моя сестра, и будем распаковывать карантинный бокс. Давайте назовем его так, потому что там лежат действительно очень крутые подарки. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать. Надеюсь, что Полина согласится сниматься, что ей понравится этот бокс, и что вообще вам понравится это видео. Ставим лайки, а я, наконец-то, могу начинать. Отправляемся в мою комнату, хотя все боксы Полина распаковывала обычно в своей комнате, но в этот раз она лежит в моей, поэтому погнали! Начинаем! Два крутых набора, которые я вам показывала, я оставлю на потом, для того, чтобы Полина вообще подумала, что все, подарочки закончились, как распакует коробку. А я ее обрадую и скажу, что нет, дорогая моя, у меня есть для себя еще несколько подарочков, и она их тоже откроет прямо перед вами. Итак, сейчас я беру эту чудесную коробку, и мы отправляемся в мою комнату. Полиночка моя дорогая, я забегаю сразу к тебе в комнату, мне очень неудобно нести этот чудесный подарок. Я думаю, ты не ожидала, да, сейчас вот этого вообще? Смотри опять, бегом сюда, смотри, какие крутые подарки я для тебя подготовила. Итак, я закрываю дверь. Что происходит, почему ты с камерой? Это что, опять бокс? Да, это опять бокс. Ты, я думаю, уже соскучилась, потому что я задолбалась слышать твои ежедневные намеки. Карина, ты мне скоро будешь дарить бокс? А ты мне скоро будешь дарить бокс? Я тебе подготовила вот такую прелесть, чтобы ты очень круто могла провести время на карантине. Да, судя по лицу Полины, она действительно была не готова. Я включила свое освещение, чтобы было очень круто и ярко вам смотреть это видео. Итак, моя дорогая, отодвигайся чуть-чуть вон туда. Молодец, итак, я сяду рядом. У меня вопрос, где ты взяла этот подарок, если сейчас карантин, и из дома выходить нельзя? Конечно, нельзя, и поэтому я заказала для тебя этот чудесный подарок на одном из сайтов, в котором мы с тобой очень часто сидели. Ты мне постоянно намекала, Карина, ты можешь мне вот это подарить? А ты можешь мне вот это подарить? Ты что, подарила то, что я хотела? Ну, там может быть, дорогая моя, крутые подарки. Но деньги я туда, кстати, класть не стала, потому что они могут быть переносчиком вируса. Это... Поэтому... Деньги не важны для меня. Ну что, ты готова открывать этот чудесный бокс? Посмотрим, что на этот раз лежит внутри. Так. Та-дам! Итак, смотрим, 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 ребятки. Вы сразу, ребят, можете заметить тут всякие вкусняшки, открытки. Я не стала класть в бокс наполнитель, чтобы Полина все сразу увидела, посмотрела, налюбовалась на всю эту красоту. Поэтому, пожалуйста, Полина, можешь начинать со всего, что ты хочешь. Так, я так поняла, это что-то красивое. Да, очень красивое. Это... Это тот ежедневник? Да, это тот ежедневник, который ты хотела. Ребят, чтобы вы понимали, я очень хотела этот ежедневник заполнять вот в квадратике каждый день мой, как прошел. Я вот очень хотела. Да, Полина мне каждый день говорила, Кариночка, купи мне, пожалуйста, ежедневник. Так как родители ей не разрешали постоянно заказывать, и Полина недавно сама себя тоже обрадовала и купила кое-что очень крутое. В своем инстаграме она обязательно покажет, вот видите, всякие крутые листочки, в клеточку, не в клеточку, чтобы ты заполняла, Полинка. Поэтому держи, это тебе. Спасибо огромное. Смотрим дальше. Да, одновременно. Давай. Так, это что-то странное. Это лежало у меня дома, но ты очень хотела это себе забрать. Вспоминай, это было недели две назад. Это, это... Это, ребят, короче, маски-пробники. Попробники. Да. Полина у меня просила, короче, говорила, Карин, тебе вот передали маски. Они у меня очень давно лежат в ящике, и она говорит, подари мне их, пожалуйста, ты их не используешь. Вот поэтому я положила Полинке. Спасибо. Не за что. Итак, смотрим дальше, что в боксе. Дальше это... Открытка. Это, короче, да, я знаю, это открытка, и здесь нужно этой палкой вводить. Да, это как гравюра, да, я вспомнила, в детстве я очень любила гравюру, но это открытка. На ней можно написать сообщение или какой-то текст поздравления гравюрой. То есть ты пишешь, это черненькое стирается, и получается очень круто. Спасибо большое. Не за что. Дальше ММДемс, очень большой. Да, огромный ММДемс. Как же обойтись без сладкого, без ММДемса? Сама я это, конечно, все не съем, поэтому всей семьей будем есть. Да, всей семьей будем кушать этот чудесный ММДемс. Это, Карина, это... Ребят, это те, которые мы ели в Челябинске? Да, это наши любимые чипа-чупсы, Полиночка. Вся коробка, понимаешь? Это капец. Я очень давно мечтала, просто прям с самого раннего детства. Мы в Челябинске всегда такие покупали, и там продавались вот такие вот коробки. И я вот прям мечтала такую коробку с чипа-чупсами. Да, ребятки, Полин, ты сейчас эту всю прелесть откроешь, потому что, я уверена, зрителям очень интересно. Это двойные чипа-чупсы с разными вкусами. Есть шоколад и ваниль, есть там, я не знаю, яблоко и апельсин. Я не помню, как вообще называется каждый вкус, но это очень вкусно и круто. Двойная порция чипа-чупсов. Просто офигенно. Открывай же эту чудесную коробку, посмотрим, что лежит внутри. Так, я очень рада, господи. Да естественно, ты же у нас сладкоежка, как тебе не быть радостной после такого чудесного случая? Даже я бы настолько была рада, если бы это было просто чипа-чупсы, но это чипа-чупсы прям из раннего детства. Мы в детстве очень часто раньше их кушали, просто вкуснятина. Дай-ка я попробую открыть. Это, по-моему, вот так делается, как коробка, нет? Вот так вот берешь и открываешь. Офигеть! Офигеть! Просто целая коробка чупа-чупсов, Полина, для тебя. Тут все распределили, ребят, видите, по вкусам. Вот такие виноградные, сейчас напомню вам. Это у нас вкус манго и виноград. Это ваниль и шоколад, вот с этим вкусом я угадала. И этот вкус, это апельсин и дыня. Просто офигенский. Полин, можешь открыть один, показать вообще, как, что и выглядит. Очень круто! Так, я очень любила, помню, именно этот вкус. Это просто офигенно! Я сейчас так ностальгирую. Я прям помню, я так же не могла открыть. Да, Полине было неудобно, она постоянно просила маму, а сейчас научилась. Вот такой вот крутой чупа-чупс. Посмотрите, какой он красивый, очень аппетитно выглядит, прям охота его скушать. Кому тоже, ставьте лайк. Можешь положить обратно в упаковочку, чуть попозже скушаешь, потому что дальше там еще круче всякие подарки. Калина, если это то, что я думаю, это то, о чем я думаю. Да? Ты любила это коллекционировать раньше? Это тоже ностальгия! Это тоже ностальгия! Ребятки, я же говорю, Полине очень понравилось. Раньше в интернете была постоянная реклама вот таких вот. Сони за сонь. Это коробочки, где могут попасться вот такие вот крутые игрушки. Сонная лисичка, сонный слоник, всякие сонные зверята. И тут прям целый огромный набор, где можно продолжать коллекционировать. Я уверена, что ты те игрушки, которые у тебя было, растеряла. Поэтому вот тебе снова. И сейчас мы эту всю прелесть будем открывать. Да не за что, Полина? Мне так любила эти свитбоксы. Да. Возьму-ка я вот этот. О, боже, я прям помню, как я открывала это. Это такая ностальгия, ребят. Я думаю, вы меня понимаете. Да, открываем. И так, что же там за игрушка? Пакетики. Здесь пакетики всякие. Здесь мармеладки. И здесь сама игрушка. Очень сложно открывается. Сталкиваюсь с этой проблемой тогда и сталкиваюсь сейчас. Ой, какая милая лисичка. Так, Полинке попалась вот такая вот красивая бархатная лисичка. Вы только посмотрите на эту прелесть. Она прям такая миленькая, красивая. Итак, смотрим дальше. Они такие бархатые. Откладываем каждую игрушечку. В этом боксе еще лежали конфетки. Можешь открыть, Полин, показать вообще, что за конфетки, чтобы мы в других коробочках уже не показывали, они одинаковые. Мармеладки, мармеладки, мармеладки. Очень вкусные мармеладки. Мармеладки. Вот так вот они выглядят разной формы и очень вкусные. Они такие прям мягкие. Очень вкусные. Мне попалась со вкусом клубнички. Открываем следующую игрушку. Надеюсь, что нам не будут попадаться одинаковые. Как бы это странно не звучало, но я очень хочу собрать всю коллекцию игрушечек. Да почему это звучит-то странно, Полин? Я тебе специально и подарила, чтобы ты продолжала коллекционировать. Они очень миленькие, очень мягкие и красивые. Посмотрим, что тебе попалось дальше. Ну, мы надеялись. Лисичка опять, но ничего страшного. Одна будет моя. Лисички-сестрички. Лисички-сестрички, ребят, посмотрите, две одинаковые. Посмотрим дальше. Надеюсь, попадется уже не лисичка. А здесь нарисованы лисички. А может быть, это все лисички, а это все мышки. Хотя мы с этой стороны уже доставали. Там могла быть мышка. Что-то я не понимаю до конца. Я тоже не до конца. Давай откроем, посмотрим. Мне кажется, если бы только два вида животных было, то нас бы предупредили. Да, могли бы как-то предупредить, или я просто не заметила, где-то не прочитала. Но ничего страшного в любом случае. А, здесь дырка была все это время. Да. Итак, лисичка? Да. Опять лисичка. В общем, ребятки, я думаю, что все-таки вот эту линию мы с Полинкой открывать не будем. Давай попробуем вытянуть вот эту, если там попадется тоже лисичка, то мы вам уже в инстаграме расскажем, в чем была проблема, потому что нам уже попалось три одинаковые лисички. Но они в любом случае очень миленькие, так что мы не расстраиваемся. Так. Мне кажется, что там не будет лисичка. Я очень надеюсь, пожалуйста, хоть на кого-то... Ура, это не лисичка. Не лисичка? А, ну да, наконец-то не лисичка нам попался. Вот такой вот миленький зайчик. Слушай, Полин, мне кажется, что они на самом деле коллекционные, именно поэтому внутри неизвестно, кто лежит, поэтому нам сначала попалось три лисички по совпадению. Теперь один зайчик. Давай посмотрим еще одну. Вдруг попадется уже и не лисичка, и не зайчик. Я хочу, чтобы попалась еще одна лисичка. Я не знаю почему, но у меня странные желания. Тебе нравятся лисички? Может быть, ты тогда будешь коллекционировать всех лисичек? Еще один зайчик. Смотрите, нам попался еще один беленький зайчик. Давай тогда все боксы откроем, посмотрим, что внутри. Я хочу еще одного зайчика теперь. Давай. Потому что, чтобы их три на три было. Посмотрим. Я ставлю на лисичку. Я ставлю на кого-то другого. Смотрим, смотрим. Мне очень интересно. Я тоже хочу одного открыть. Подснимешь меня потом? Хорошо. У меня уж тактика открывания. Своя. Ой, это кто-то другой. Кто-то другой? Молодец. Итак, нам попался вот такой вот миленький слоненок. Он серенького цвета. И да, это действительно коллекционные коробочки. Я думала, что я заказала то ли только лисичек, то ли только зайчиков. Было непонятно, а сейчас понятно. Итак, открываем. Я хочу крысочку. Лис... Ой. Крысочку? Итак. Мышечку. Мышка, мне кажется, она самая милая. Ребят, сейчас я вам покажу. Вот тут вот на коробке светбокса изображены те, кто может попасться. И мы очень надеемся, что попадется мышонок, лисичка. Но нам попалась лисичка. Заново лисичка. Ну ничего страшного. У нас уже 4 лисички. Смотрим дальше. У нас еще целых 3 бокса. Мы надеемся на то, что нам попадется мышонок. Так. Конфетки откладываем. Куча просто конфет. С этого у нас бокса. Ну, конечно. И... Угадай с трех раз. Лисичка. У нас уже очень много лисичек. Открываем следующий. Так. Я хочу мышку. Если мне не попадется мышка, то будет грустно. Я потом тебе еще закажу. Так что не волнуйся. Спасибо. Но я объемся мармеладом. Мармеладом мы точно объедимся. И вам демсом заодно. Итак, пожалуйста. Ура! Это видео точно сделано. И оно будет офигенное. Потому что нам попалась мышка. Офигеть, ребята. Нам попалась мышка. Как мы и хотели. Посмотрите. Это очень маленький такой ушастый мышонок. Который лежит на кусочке сыра. Это очень мило выглядит. Посмотрите на это счастливое лицо. Кому попалась мышка. Открываем последний. Последний. Наконец-то нам попалась мышка. Хоть какое-то разнообразие. Ну, смотрите. По нашей тактике. Должна быть повторка мышки. Потому что я хочу повторку мышки. Да, кстати. Кажется, что это повторка мышки. Ну-ка, давай-ка открываем. И это... Новый? Капец. Мы собрали почти всю коллекцию. Ребятки, посмотрите. Какой медвежонок. Беленький. Очень красивый. Очень классный. Причем фишка этих игрушек в том, что они все бархатные. Очень красивые. Белоснежные. Посмотрите. Итак, мы распаковали все свитбоксы. И посмотрите. Мы собрали в итоге целых пять лисичек. Одного слоненка. Двух зайчиков. Одного мышонка. Он, как мне кажется, очень редкий. Раз он так редко попадается. И медвежонок. Вот такие вот зверушки. Все они Полинкины. Они очень бархатные и красивые. Очень много конфет Полина уже держит в руках. Просто офигенные. Откладываем. У нас дофига теперь сладостей. И куча мусора. Много мусора. И теперь посмотрим, что тебе попалось в боксе дальше, Полина. Давай. Почти в боксе еще. Итак, смотрим. Полина уже забыла. Так, это что? Это у нас кое-что супер офигенное. Мерчащая соль для ванны. Это у нас... А, я поняла. Это, короче, в ванну насыпаешь. И оно, типа, как бомбочка, только соль. Да, теперь объясню я. Это шиммер для ванны, ребятки. Вы сейчас видите фотографию, как выглядит шиммер для ванны. И у меня есть розовенького цвета. Я купила. И Полина очень хотела себе. Поэтому я решила подарить вот такого вот синего. И сейчас мы, естественно, растворим эту всю прелесть. Буквально через мгновение я принесу Полинке тазик с водой. И мы высыпем это. Вы не волнуйтесь. Я Полине уже вне ролика подарила еще один такой шиммер. Потому что вы вполне себе могли написать в комментариях прямо сейчас. Или начать печатать, что... Блин, а может, Полина хотела растворить не в тазике. Я Полине для ванны тоже купила. А эту подарила для того, чтобы мы потестили. Поэтому я иду за тазиком. Не смотри, что дальше. Жди и терпи. После этого чудесного перехода мы возвращаемся к вам. Итак, я набрала Полинке тазик с водой практически полный. И мы сейчас растворим этот чудесный шиммер. Покажем вам, как он выглядит. Открываем. Я сейчас распаковываю в первый раз вообще что-то подобное. Там вообще должен быть порошок. Ну-ка покажи ко мне. Он немножечко застыл и выглядит как камень. Но ничего страшного, поэтому мы сейчас кинем. В любом случае он растворится. Пахнет голубикой. Очень пахнет голубикой. Очень приятно. А розовая клубникой, наверное. Да, ну-ка дай-ка. Офигеть, какой ты с жвачкой съесть охота. Аж слюнки потекли. Офигеть, голубика. Так, насыпаем. Насыпаем. Прям полностью. Давай весь прям этот камень, чтобы вывалился. На нас может тогда брызть. Это нужно постараться, конечно. Оно еще с пеной. Давай прям вот, чтобы он, видимо, долго лежал. Ну-ка подсними-ка меня, Поль. Подожди, у меня уже получается. Получается? Оп! Так, мы все изнахратили, ну ладно. В том и наша суть. Ничего страшного. Придется опять кидать в стирку. Посмотрите, это растворяется как бомбочка для ванны. Но ничего страшного. Полика как обычно у нас, да? Футболку хоть не запачкала? Нет. Вот посмотрите, кто рукожоп. Ничего страшного. Пока у нас растворяется наш чудесный шиммер и пропадает пена наверху, чтобы мы могли увидеть результат, Полина откроет что-нибудь еще. Мне бросается в глаза эта золотая коро... Маскина? Маскина, да. Полина очень хотела, чтобы я ей подарила миниатюрный вид духов. Это те духи? Да. Открывай, показывай. Где ты их взяла? Я свои тебе подарила. Офигеть. Капец, ребята, голубикой пахнет просто на всю комнату. Офигеть. Офигеть. Да. Ребятки, посмотрите, вот такие вот самые офигенные духи от Маскина. Маленькие, но очень круто выглядят. Полина вообще их изначально хотела из-за упаковки. Выглядит как средство для мытья стекол, для мытья унитаза там, я не знаю. Полинке еще и запах потом очень понравился, поэтому держи. Это офигенно. Очень вкусно пахнет, дай-ка. Да, я это покупала еще в Дубаях, прям суперский запах. Закрывай. Мне очень нравится, Кариночка, спасибо. Не за что, дорогая моя, обращайся. Обратиться? Хорошо, обращусь. Давай, договорились. Посмотрим, что же дальше в боксе. Опять бомбочки? Да, опять маленькие миниатюрные бомбочки. Это очень красиво. Да, я правда не знаю, крутые они или нет, но я хочу, чтобы ты попробовала. Вот такой вот красивенький единорог, очень крутые, яркие, переливающиеся бомбочки. Я считаю, что мы их сейчас пробовать не будем, потому что они одни, а я хочу их оставить, поэтому потом. Да, договорились, потом. Итак, смотрим, что дальше. Масочки тканевые, я как понимаю. Да, тканевые масочки. Полинка очень любит тканевые масочки. На этот раз я взяла от гарниера с гранатом, там, со всякими травками, ромашками, поэтому питай свою личико, ухаживай за собой. Давай посмотрим, что находится дальше. Очень круто. Лол, сестрички! Это ностальгия тоже, но не сильная. Откроем куклу Лол. Первый слой. Первый слой. Я сейчас, как будто, в 2018. Да. Первый слой кукол Лол. Первый слой куколки Лол. Посмотрим, что же нам попадется. Итак, что там? Подсказка. Это что, тест на беременность? Нам попалась вот такая вот подсказка. Это какая-то полосочка, реально какой-то тест на беременность и платьишко. Смотрим, что дальше. Следующий слой такой моднявый, красивый. Да, красивый, яркий слой. Помню для меня, какое разочарование было, когда не по этому замочку открывалась куколка. Да, неровно, когда было. Разочарование прям вообще. Здесь у нас, по идее, должно быть ничего нет. Ничего нет? А может, это подделка? Это у нас что? Да, ничего нет. Там внутри лежит куколка, я так понимаю. Была у нас только одна подсказка. Вот так вот крутится. Слушай, я не знаю. Может, что-то новое? Может, убирается вот так и открывается, как коробочка? Ну-ка, вот. И там внутри куколка. Так, ой, помню, помню, помню. Да, первый пакетик. Итак, погнали. Это у нас, слушай, какое-то красивое зеркальце, ребята. Офигеть. Посмотрите, как оно переливается. Смотрим тогда эти пакетики. Да, первый пакетик открывай. По идее, должен быть какой-то аксессуар. Угу. Это ободочек. Ободочек. Вот такой вот красивый ободочек. Очень круто выглядит. Еще один аксессуар. Ага. Лука, откладывай. Это очочки. Очочки. Дай пока покажу. Вот такие вот красивые переливающиеся очки. И сама куколка. Сама куколка, самая интересная. Сейчас, наконец-то, откроем. Итак. Вау. Ой, какое солнышко. Очень красивое. Да, очень красивое. Посмотрите, у нее такие прям розовенькие красивые волосы. Малышка очень миленькая. И для нее есть аксессуары. Очень крутое. Я предлагаю ее одеть. Предлагаешь одеть? Давай, попробуем. Так, ее огромную прическу налезет. Очень красиво. А, это сумка. А, это сумка? Вот такая вот сумочка. Мы думали ободок, конечно. Ну ладно. Пускай будет сумочка. Некуда даже эту сумку нацеплять. И очочки. Красота очки, конечно, больше, чем, наверное, на нашу голову. Вот такая вот моднявая куколка у нас получилась. Красотка. Смотрим, что же дальше в боксе. Дальше я вижу вот такие. Два блеска для губ, потому что у тебя очень часто они трескаются. И как раз таки из рубрики. Спасибо большое. Твоих любимых блесков. Вот этот вот такой же, как у тебя, да? Да. Он надавливается и очень круто открывается. Давай. Я придумала. Этот можно на нижнюю губу, а этот можно на верхнюю. Ага. Офигенно ты придумала, ребят. Гений вообще. Прикольно. Красотка. Эти бальзамы очень хорошо увлажняют губы. Они мои самые любимые. У меня такие же есть. Давай, смотрим дальше. Так, дальше. Давай посмотрим лучше, как там наш шиммер. Сейчас самое главное. Нам придется немного испачкаться. И хочу вас сразу предупредить, что мы налили это в тазик с водой. А для целой огромной ванны это будет совершенно другое. Будет цвет чуть-чуть побледнее. Итак, шиммер очень красиво переливается. Посмотрите. Это очень красиво. Да, все-таки я угадала с подарком. Это оказался самый настоящий офигенный шиммер для ванны. Руки не особо пачкает, но вода насыщенная. Почему? Потому что это всего лишь маленький тазик с водой и немного красит. Но не красил бы, я уверена, если бы мы набрали в целую ванную. Очень красивый, офигенный шиммер. Мне он очень нравится. Прям красота, ребят. Посмотрите, как вода переливается. Это еще пена наверху. Без пены было бы еще круче. То есть надо прям в ванную насыпать. Очень красиво. Ну? Очень круто. Вообще просто офигенно. Улет, девочки. Улет. Итак, смотрим, что дальше в боксе. У нас мусора больше, чем в подарках. Да, мусора у нас, конечно, дофига. Смотрим, что дальше. Так, дальше чего? Work this journal. Уничтожь этот журнал. Новый журнал. Уничтожь меня. Я уверена, вы все его прекрасно знаете. Только это новая версия. Новые задания. И давай-ка же откроем. Посмотрим, какие же там задания. Я купила себе точно такой же. Пока Полинка открывает, покажу вам, что я купила. У меня вот тут небольшой беспорядок. Но огромный пакет с продуктами, которые я купила для новых роликов. Для всяких обзоров. Вот этот пакет с продуктами. Полина видела, а то, что я ей подготовила, я заранее отложила. Тут всякие наклейки на стену, для спорта из Пандеры. Резиночки. Книгу я себе новую купила для того, чтобы читать. Ниссы называется. Очень круто. И вот такой же. Пока Полинка его открывает. Я уже открыла. Открыла? Давай посмотрим. Самое главное понюхать. Офигенные странички. Ага. Итак. Так. Вау. Вот такая вот красота. Тут сразу начинаются интересные задания. Предупреждения. И очень крутые яркие странички. Очень круто. Вергвиз Джонал новая версия. Мне кажется, это что-то гораздо интереснее прошлой. Тут прям суперские задания. Вот давай, например, прочитаем вот это. Вырази цветной взрыв. Нарежь цветной бумаги. Намажь страницу клеем. Брось куски бумаги на страницу. Очень круто. Прям вообще. Это очень круто. Будем вместе с тобой заполнять. Да. Офигенно. Так. Дальше у нас. Кнопки для твоей пробковой доски. Вот такие вот божьи коробки. Это кнопочки такие, чтобы что-нибудь перекреплять на пробковую доску. Поняла. Так. Дальше у нас две последних вещички. Это маска. Иду за хлебом. Маска. Иду за. Я поэтому и назвала этот бокс карантин-бокс. Потому что это маска розовенького цвета. Я себе такую же купила, но черную. На которой написано «Иду за хлебом». Ну-ка померяй. Ну, нормально, с глазами. Вот. Иду за хлебом. Вот такая вот красотка. Тебе идет, кстати. Потом посмотришься. Спасибо. Иду за хлебом. Офигенная маска. Итак, смотрим. Что дальше в боксе? Бокс пустой. И это последнее, что в нем лежало. Наклейки для этого джурнала. Да, да не только для джурнала. Такая дурочка. Смотри, у нас тут наклейки для ежедневника. Тут всякие твои планы, твой день. И тут несколько стопок, не только одна пачка. Очень много наклеек, которые ты можешь использовать для оформления своего личного дневника. Вот такой вот был бокс. Просто офигенный. Спасибо, Карина. Да не за что, моя дорогая. Спасибо. Не за что. Ваша сестра в мире. Спасибо огромное. Да, я, наверное, могу уже назвать себя самой лучшей сестрой в мире. Это была распаковка офигенного бокса. И мы вам говорим огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до самого конца. Полин, тебе понравились подарки? Хоть скажи мне. Как я вообще выгляжу с этим хвостом? Ты подошла. Очень круто. Я тоже с хвостом. Понимаешь, что я первый раз хвост вообще показываю себе в роли? Прикольно. Спасибо. Мне очень понравились подарочки. Сейчас будем заполнять с тобой Джорелла. Да, сейчас будем выполнять всякие задания в личном дневнике, я хотела сказать, в торческом блокносе под названием «Уничтожь меня». Это были очень крутые подарки. И судя по лицу Полины, я поняла, что они очень понравились. Прости, конечно, что я неожиданно зашла. Но это было офигенное видео. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И мы с вами прощаемся. Всем пока! Мы с Полиной уже прибрались. И я хочу сказать тебе, что у меня есть для тебя еще два подарка. Я притащила из Полининой комнаты вот такие вот два подарка, которые она уже чуть-чуть левым глазом рассмотрела. Посмотри, что это! Потому что бокс это еще не все. Полинка уже там все собрала. Давай. Так, это Монополия, но она какая-то странная. Да, это Монополия пицца. Наша любимая настольная игра с Полиной. Это Монополия. Я поняла. Ты ее заказывала? Да, я поняла. Такой информативный у тебя ответ, конечно. Короче, Монополия пицца. И ты у меня просила этот набор. Это Плей-Доу. Офигенный, ребят. Посмотрите, очень крутой набор. Я вам его так и не показала. Да, будем с Полинкой лепить. Вот такие вот всякие печеньки, сладости можно слепить из этого набора. И настольная игра. Вот и все. Спасибо огромное! Не за что! Субтитры сделал DimaTorzok